Добрый день, друзья! С вами Маракаси. В этом видео я хотел бы обсудить самые актуальные новости. Расскажу вам о том, как ВГ пытается вернуть игроков, раздавая премиум танки. Также расскажу о некоторых грядущих событиях, которые наверняка вас должны порадовать. Ну и будет, конечно, ложка дегтя в бочке меда. Ну а спонсор видео сайт водки.ру. На данном сайте можно выиграть голду и премиум танки. В принципе, данный сайт позволит вам не только за деньги, но и бесплатно поучаствовать в розыгрыше. Например, бесплатно тут проводится розыгрыш 5000 золота. Или можно пригласить реферала, с помощью которого, опять-таки, можно заработать золото. Ссылка на сайт находится в описании вместе с промокодом. А вот и победитель прошлого видео, который без проблем с легкостью выиграл дополнительную себе голду. Которая, конечно, стала для него, естественно, не лишней. Желаешь тоже обогатиться голдой, достаточно всего лишь поставить лайк этому видео. В комментарии указать ссылку на профиль ВКонтакте. Ну и не забудь подписаться с колокольчиком. Колокольчик это то, что сейчас на Ютубе обязательно. Без него вы, скорее всего, уведомления на мои видео не сможете получить. Итак, ребята, разработчики, похоже, понемножечку готовятся к Пасхе. Которая, как вы наверняка знаете, будет в апреле. И, собственно, такие вот забавные у нас картинки они уже готовят. Но это в основном для европейского сервера. Но я, например, тоже хотел бы увидеть у нас похожие картинки. Потому что они просто прикольные. Хотя кого-то может смутить, ну, европейский флаг. Ну, в общем-то, понемножечку сейчас готовится выход такого патча промежуточного, можно сказать. Скорее всего, он должен выйти 28 февраля. Если вот вы давно ждете, когда же откроется тестовый сервер, то, вероятнее всего, как раз 28 февраля он стартует. Ну, может быть, немножечко задержится на пару деньков. Но, в любом случае, его вы сможете протестировать. Там, может быть, какие-то танчики увидеть, которые вам хочется. Ну, ничего особо такого серьезного в этом промежуточном патче не будет. Там в основном фиксы всяких карт. И такая вот подобная мишура. Более интересно то, что разработчики снова выкатили на тест очередной танчик, собственно, советский танчик Т-103, извините. В общем-то, этот танк уже давным-давно мусорился. Даже разработчики его серьезно нерфили. И вот сейчас его тестируют в очередной раз. Скорее всего, он выйдет где-то, может быть, на какое-то событие в виде, скорее всего, танка The Marathon. Потому что, ну, во-первых, у разработчиков какой-то особый коварный план, как они говорили на эту ПТ-САУ. Ну, какой коварный план? Обычно коварный план. Это, наверное, какой-то марафон или какое-то событие, которое позволит получить этот танк. Если вдруг не помните, что такое вообще Т-103, как она выглядит, сейчас вы увидите ТТХ этой ПТ-шки. И также ее внешний вид. Ну, так, если кратко отметить, можно хорошее бронепробитие 246-382 на голде. И хорошую Альфу 440. Ну, в принципе, скорость под это снаряд тоже неплохая. 950, хороший обзор. 380 метров, неплохая точность. Но ПТ-шка медлительная и большая по размеру, с не самой лучшей маскировкой. И броня, мне кажется, тут не особо-то сильная такая. То есть, в целом, если засветится эта ПТ-САУ, а засвет ее вполне вероятен, то отхватит она, будь здоров. Поэтому, ну, продавать ее нет прям особого смысла. Потому что, ну, кто такое купит, а вот бесплатно в марафончике, в принципе, многие готовы будут позадротить. Благо, это не какой-то там козлосный танк, который, ну, не всем нужен далеко, потому что на колесном танке нужно еще уметь играть, и пробитие у него небольшое. А вот у этой ПТ-САУ, ну, вполне достаточное пробитие, чтобы легко там наносить урон по противникам любого, в общем-то, уровня. Независимо от бронирования, там, ну, какой-то танк будет сложнее, конечно, пробить мауса, например, но в целом пробитие вполне неплохое. И следующая новость заключается в том, что разработчики начали понемножечку еще возвращать игроков. Вообще, они сейчас реферальную программу новую ввели, но я о ней уже много раз говорил. Если не пробовали, крайне рекомендую реферальную программу 2.0. Там можно с помощью возвращения своих товарищей, например, в игру, или каких-то просто игроков, которые давно не играли, получить довольно неплохие награды, вплоть до премиум танков восьмого уровня. Так вот, если вы давно не играли, то вам вполне вероятно может прийти такое вот предложение после того, как вы зайдете в игру. Собственно, предложение, ну, не выглядит прям супер щедрым, но и не самое такое вот плохое. То есть это не три там огнетушителя маленьких, это все-таки премиум танк, хоть и всего на семь дней, но бесплатно с возможностью выкупа. Есть два варианта СРВ С1 и ВЗ-120 ГФТ. Обе ПТ-шки хорошие, хоть тут с премиум танками не ошиблись в ВГ, и если вы вдруг хотите возвращаться в танки по каким-то причинам, ну, там посмотреть, что тут происходит, то сейчас, ну, возможно, подходящий для этого момент, во-первых, реферальная программа, во-вторых, не забудьте про подарки ветеранов, если вы их еще не забрали, они будут активны до декабря этого года. Ну, и также, в целом, вас наверняка будут ждать другие всякие халявные плюшки. Ну, и, кстати, если вы давно не играли, можете в комментариях написать, там кто-нибудь обязательно вас с рефералом возьмет. Такие вот дела. Ну, и так как завтра 23 февраля, ну, в принципе, уже акции пошли на 23 февраля, но вдруг вы не знали, вас ждет в игре дополнительная халява в виде X5 опыта за первую победу, более выгодный перевод опыта, свободного опыта экипажа, 35 свободного опыта за одну голду вместо 25, а также скидки на разную исследуемую технику, например, 6, вернее, 4, 5 уровень со скидкой 50%, 6, 7 уровень со скидкой 30%, 50% на слоты и 15% на танки от 9 по 10 уровень. Кстати, сейчас проходит марафон, и, в принципе, в нем можно участвовать на девятках, именно на мастерство, если задачи выполнять, в принципе, можно какую-то девяточку имбовую приобрести. Ну, и не забудьте, самое главное, хотя бы сыграть один бой, это нужно обязательно сделать до 25 февраля 8.30 по Москве, а то упустите день према, считай, халявный, ну, потому что один бой, что тут сыграть-то. Ну, и другую халяву можно получить, в два раза больше опыта, там допайки для всех наций, 5 штучек, также надпись «Защитник Отечества» 6 штук, и стиль 23. В целом, довольно неплохие награды, хотя и не сказать, что прямо какие-то вот удивительные, что аж прям кажется, ох, какая халява, разработчики прям расщедрились. Нету премиум танка, к сожалению, по крайней мере, ну, вряд ли его завезли, если бы он был бы, то уже анонсировали его, то есть я имею в виду халявный премтанчик, хотя бы невысокого уровня, к сожалению, нам дарить ничего не стали, это, конечно, обидно, потому что хотелось, конечно, чего-то такого стоящего, но нифига подобного. И хотелось бы, конечно, еще скидочки на 8 уровень, но почему-то разработчики решили их не делать. Но, впрочем, я не ждал скидки на 9 и на 10 уровни, они появились, и вот это, наверное, плюс. Вот этим нужно пользоваться. Также я все-таки порекомендовал бы вам хотя бы выполнить пару этапов марафона, ну, потому что там дополнительные всякие плюшки выдают, даже если вот вы не особо жаждете получить этот танк колесный, ну, пару, там, тройку этапов, я думаю, можно выполнить постепенно, там, за 14 дней, играя по чуть-чуть. Ну, в общем, просто играете, как всегда, они сами выполняются, и по итогу, как бы, сможете хоть немножечко халявы достать с этого марафона, если, конечно, вам это нужно. На фоне вы могли видеть у нас бой на ИС-4 в начале, а в конце бой на ЭБР-105, отрывок боя. Конечно, колесники по-своему хороши, хотя бы они не являются клонами, хотя бы за это их можно похвалить. Ну, и скилловые игроки, конечно, найдут применение этим машинам. Но я все-таки жду какую-то бронированную имбочку, прокачиваемую, а не чтоб там за боны или еще за какой-нибудь хрень. Но пока что, к сожалению, таких новостей нет. Но в любой момент такая новость может появиться, и я вас, конечно, о ней уведомлю. А на этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Желаю вам всего наилучшего. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok